Итак, мы начинаем. У нас все знают правила. Конечно. Да, конечно, я знаю. Да. Супер. Итак, тогда смотрим первый раунд. Вопрос номер один сразу. И работает. Вопрос номер один, второй раунд. Вопрос номер один, первый раунд. Не совсем. Правда ли, что создатели Angry Birds выложили игру примерно 50 тысяч евро? Вообще не знаю. Конечно, я понимаю, что такое. Нет. Понимаю? Нет. Можно сказать правильный ответ? Не совсем я... Итак, Александр. Правда. Не можно сказать правильный ответ? Ребят, по руке. И я прошу. Почему-то у некоторых... Можно сказать правильный ответ? Выходи. Можно подпишись? Ребят. Я выключил всем звук. Ребят, те, кто не отвечает, пожалуйста. Не включайте звук. Выключите звук. Потому что у меня тоже посторонних шумов. Я сейчас не один дома, поэтому мне тоже сейчас немного трудновато. Даниил. Я думаю, что это правда. Тимур. 49 миллионов. Но это ложный, это ложный. Окей. Почему? Ну, простите, но я не верю в брагини цифрах. Ну, что мне еще делать? Можно сказать реальный ответ? Ну, ты автоматически переносишься в конец. Блин, я уже две... Поздравляем Юсуфа. Я уже две или три недели не занимался, что, где, когда, а тут зашел и забыл это правило. Как можно забыть такое правило? Что еще раз? Я думаю, что это правда. Маруся. Я думаю, что ложь, потому что Ибрагиму с цифрами доверять нельзя. Окей. Юсуф, давай, озвучивай правильный ответ. Юсуф? Юсуф пошел делать себе чай. Ну, приятного аппетита в таком случае. Чай, индийский чай. Да. Юсуф, давай. Ну ладно. Может, он на видео уже был чай. Все ответили, ребят? Нет, я не знаю, что я ответил. Ребят, все ответили? Нет. Да, нет. Напоминаю, если хотите ответить, электронную руку. По-другому я просто вас не увижу. Лиза. Лиза. В чат я как бы послал. Вот, реакция, поднять руку. Вот. Ага, Влад. Ага, Лиза. Лиза, давай. Лиза, я не услышал тебя. Я думаю, что это ложь. Лиза. Это правда. Миша. Это правда. Это правда. Правда. Тысячу процентов. Юсуф. Ты тут? Или все еще чай себе делаешь? Видимо, индейский чай делаешь. Видимо, да. С печеньем. Ну, окей. Что поделать? Итак, смотрим ответ. Внимание на экран. И это... Ложь. Angry Birds стала одной из самых прибыльных игр в формате мобильных платформ. В ее создание вложили 100 тысяч евро. Игра принесла более 60 миллионов прибыли. Чистые прибыли. О, Юсуф. Вернулся. Как там чай? Вкусный? Вкусный. Индийский чай. Приятного аппетита. Твой ответ совпадает с тем, что вы играете? Я за печеньками искал. Ой, я печеньки искал. Поздравляю. Нашел? Поздравляю. Нашел печеньки. Новое достижение. Ура. Твой ответ совпадает с тем, что на экране? Да. Супер. Есть вопросы? Никак нет. Итак, Даниил. У меня есть. У меня есть. А вы знали, что Angry Birds создали именно в Финляндии? А Финляндия – это самая счастливая страна в мире. Интересно. Этого я не знал. Итак, ну то, что самая счастливая… Нет, тоже. Я не помню. Окей. Да. Нет, я в интернете. Вопрос номер два. Правда ли, что персонажа Марио компанией Нинтендо назвала в честь человека, который сдавал им помещение? Александр. Правда. Юсуф. Это правда. Мария. Я в этом почту. А, нет, это не правда. Это не правда. Окей, Юсуф. Мария. Правда. Влад. Правда. Тимур. Нет, ну я, наверное, лошадь, потому что я думала, что ты Луиджи. Окей, Маруся. Правда. Так, а я забыл. Когда Тимур, я пообещал всегда включать камень. Все. Да. Я идет в обещание. Миша. Правда. Это правда. А, Даниил. В прошлый раз я не угадал. Нет, я думаю, что это лошадь, потому что как можно было назвать персонажа в честь, кто его создавал? Ну, допустим, просто не знаешь, как назвать своего персонажа. Это был пыль. Ты просто называешь своим именем. Да, было. Но бывало и такое. Окей. Нет, в этот момент бывало. Ну, что это лошадь, короче. Лиза. Подождите, а можно просто интересный факт сказать? Давай еще раз, Юсуф. Можно интересный факт сказать? Давай в конце, когда все ответят. Лиза, давай. Я думаю, что это лошадь. Итак, все ответили. Я да. Да. Окей. Юсуф, какой интересный факт? Короче, вообще вот эта вот принцесса, я не помню, как ее там зовут, или вообще как ее там называют, но я тоже знала, что ее назвали в честь кошки главного разработчика. Интересно, этого я не знал. Я не знаю, что оказывается, эту принцессу из Марио еще, и взяли ее модель вроде русской женщины, вроде взяли ее модельку. Такое возможно. Возможно, почему нет? Ну да, потому что я не типую. Такую теорию. Окей. Это правда. Ну что, раз все ответили. Смотрим ответ. Внимание на экран, и это правда. Сам узнаваемый персонажем компьютерных игр является водопроводчик Марио. Мало кто знает, но это имя персонаж получил в честь того человека, у которого разработчики компании Нинтендо снимали свой первый офис. Его звали Марио Стегале. Кстати, после того, как серия игр про Марио стала популярной, это имя гораздо чаще стали давать новорожденным детям. Эт факт подтвержден статистикой имен по всему миру. Вот так вот. Компьютерная игра повлияла на всех мирах, на весь мир повлияла. Конечно, да. Да. Компьютерные игры, особенно Роблокс и весь мир. Понят. Даниил, есть вопрос? Да. Нет, даже не вопрос. Я хочу сказать, вот там кто-то, либо кто-то там задавал вопрос, как звали принцессу Марио. Я знаю, ее звали Пич. А Пирс переводится как Персик. Ну да, вроде. Пич. Это переводится как Персик. Персик. Да, да, да. Ура, Персик. Есть еще вопросы? Персик. Или дополнения? Нет. Итак, окей, идем дальше. Вопрос номер два, ой, три. Правда ли, что в 2011 году администрации нескольких китайских тюрем заставили заключенных играть в World of Warcraft? Александр? Правда. Юсуф? Правда. Даниил? Я точно не уверен, но я полностью прошел в World of Warcraft. Круто. Круто. По руке, по руке. Даниил? Я думаю, что это правда. Лиза? Я думаю, что это ложь. Влад? Это правда. Миша? Ложь. Тимур? Я думаю, что это все-таки. Пождите. Не услышал, ребят. Еще раз. Тимур, точнее. Ребят, я не знаю. Я думаю, что это ложь все-таки. Ага, ложь, окей. Если не произошло, то я просто не верю. Так. Ну, а вот если бы, чисто теоретически, допустим, что такая ситуация произошла, для чего? Именно заставили. Не дали поиграть, а именно заставили играть в тюрьме. В какой это тюрьме было? Кажите, что это правда. Мне так заставили. Да. Это в китайских тюрьме. Знаете, Ирагим, если бы меня тоже заставляли, то я бы с радостью пошел в эту тюрьму. Я бы тоже просто... Фигерей. Просто иду в тюрьму, и там, оказывается, можно играть. Окей. Ну что, смотрим ответ. Внимание на экран. А если бы еще там был Майнкрафт с лицензией? Да. Да, вот так. Вот так, смотрим. Да, прям непожиданно. У меня есть Nintendo Switch 7, и там есть Моинкрафт. Я пока подожду. Окей. Ну что, смотрим ответ. Внимание на экран. И это правда. В 2011 году стало известно, что администрации нескольких китайских тюрьм заставляли заключенных играть в World of Warcraft. И зарабатывать там игровую валюту с золота. Это золото начальники тюрьм продавали другим игрокам с реальной деньги, зарабатывая на этом очень большие суммы. Китайские сатурганы заставляли играть в World по 12 часов в день, чтобы зарабатывать необходимые ресурсы. Интересно то, что никакой ответственности начальники тюрьм за это не понесли. И отделались простым штрафом. Администраторы тюрьм заявили, что такой труд заключенных гораздо эффективнее, чем работа на станках. И он приносит бюджет исправительных учреждений. Гораздо больше денег. Получается, им можно донатить в игру. Что еще раз, Миша? Получается, им даже обязательно надо было донатить в игру. Да? Не знаю. Я ни разу не играл. Не знаю систему. Я тоже. Я только правил знаю и Роблокс. И все. Скорее всего, вот это как что-то по типу CSGO, наверное. Типа, что можно за реальные деньги продавать там золото. Знаю. Да. Так же, как и в некоторых играх, когда ты там покупаешь. Потому что тебе там предлагают, например, купить вот такую-то валюту в игре за тысячу долларов. Так же? Нет. Мы сами. Вы не поняли. Они зарабатывали на этом, наоборот. Не тратили. Они зарабатывали на этом. Они продавали. Не знаю. Золото за реальные деньги. Ну вот. И вообще-то можно покупать за золото из реальной деньги. Ну, покупать это понятно. А Даниил? Хорошо, Миша. На теке я после урока тебе... Ну, дайте мне сказать. Ребят, пожалуйста, не перепел. Даниил. А у меня вот два вопроса. А как им давали поиграть? Они что, давали планшеты, компьютеры, телефоны какие-то? Как там? Вот это не знаю. Может быть, кстати. Еще второй вопрос. И что второй вопрос? А это разрешалось по всему Китаю или по некоторым городам Китая? Это не разрешено. Я бы туда попал. Это не разрешено. Это не официально. Это даже запрещено. Они не имели права так делать. Но, как тут я уже сказал, они отделались с штрафом. Но вообще должны были нести полную ответственность за тех заключенных. Типа, ну, чтобы они не использовали это как-то, чтобы... Ну, да, да. Да, ну, да. Ответственность. Да. Так что вы... Вы играете в WorldCraft целый день, и вы будете сидеть в тюрьме на один день меньше. Ура! Ура! Окей. И я как раз сейчас с тюрьмой подключаюсь, значит, буду как раз и играть в WorldCraft. Итак, идем дальше. Вопрос номер четыре. Правда ли, что создатель Пакмана вдохновился на него из-за создания... Извинились. Вдохновился на его создание из-за пиццы. Пиццы. Похож, похож. Ну, похоже. Да, обычно больше всего на сыр похож. Лиза. Нет. Я думала, что это правда. Миша. Мне кажется, что это правда. Даниил. Если это неправда, то я сейчас просто выбежусь. Ну, мне кажется, что это, ну, тоже правда. Ну, потому что Пакман, ну, такой... Пакмане что-то... Ну, то есть пицца тоже такая встречается. Желтая, это сыр, например. Желтая. Пицца. Ну, смотри, какая, окей. Ну, вообще, похоже на правду. Тимур. Правда, наверное. Не спрашивай. Наверное, это ложь, но создатели были итальянцы, или... Скорее, кто итальянцы. Тимур, тебе это так важно? Да. Я не знаю, честно. Ну, смотря, что ты имеешь в виду. Они были сотрудниками Дода Пиццы. Смотря, что мы сделали в Китае. Дода Пицца создала Пакман. Нет. Вдохновение... Да, вот... Даже если бы... Так, ладно. Лучше буду молчать. Мас сделали в Китае. Какой твой ответ? Я говорю, что ложь. Маруся. Ложь. Правда. У меня кнопка поднять руку не работает, поэтому правда, наверное. Влад, ребята. Ребята. Я спрашиваю... Окей, я еще раз повторяю. Пожалуйста, Влад, отключай микрофон, когда ты не говоришь. У тебя очень жесткие глюки, очень жесткое эхо, когда ты включаешь микрофон. И это немного сбивает. Спасибо. Александр. Ложь. Мария. Ложь. Очень жесткий. Мария. Правда. Влад. Ложь. Ложь. Я понял уже. Я думаю, что это правда. Окей, ну что, смотрим ответ, готово? Да. Да. И это, ну, да, как сказали уже, это похоже на правду, но, к сожалению, это правда. Легендарная игра Пакмэн про желтое нечто, поедающее белые точки, была создана в 1980 году японцем Тору. Идея создания данного персонажа пришла к нему при поедании пиццы, которая, как оказалось, тоже может быть объектом вдохновения. Что касается имени героя, то оно тоже связано с едой, так как Пак Пак в переводе с японского означает «сжевать». Человек, Пакмэн, ну, Пак с китайского орбина. Съедай человека. Съедай человека. Жуй человека. Жуй человека. Жуй человека, очень странно. Ну, привидешек жуй. Окей. Создатель был как-то недоброжелом. Ага, такой Пакмэна оживает и всех съедает. Ну да. Интересно. Там привидешки. Мне чисто интересно. Ну, там привидешки, какие фруктики. Ребят, давайте по очереди. Так, кто говорил? Я хочу сказать. Ага, давай. Я думаю, а почему тогда привидение, если Пак переводится как «жевать», а почему тут надо было назвать «Игру Пак Гост». Ну да. Но... Нет, потому что Гост, он не жрет, так наоборот, он их уничтожает. Точнее, они пытаются его уничтожить. И только когда ты подбираешь какой-то гаджет, то ты можешь его сражать. Админ не Ибрагим, я так понимаю, это Тимур, да? Нет. Понятно. А это кто? Это не кто. Это не я. О. Какой у тебя вопрос? Короче, я... Сейчас... У меня вопрос, а называют ли кого-то в реальном... Называют ли абрегенов сейчас «Пакманами»? Пакман, то есть, сейчас поймем, абригены, они же едят людей, может быть, абригенов называют пакманами, то есть, они же едят людей, абригены, людоеды. Абригены? Абригены. Абриген, боже. А, наверное, реально китайцы, когда сел тупиться, наверное, он просто вдохновился, что пакман может быть абригеном. Пусть будет жевать людей, почему бы и нет. А почему бы не добавили просто картинку абригены и все? Это пакман. Конечно. Каждый день. Итак, идем дальше. Есть еще вопросы? У меня нет. Тогда смотрим следующий раунд. Второй раунд. Вопрос номер один. Готовы? Да. Итак. Всегда. Да. Смотрим вопрос. Сколько денег теряют люди в мире каждый день на онлайн казино? А. 694,3 миллиона долларов. Б. 137,4 миллиона долларов. С. 307 миллионов долларов. Д. 783,5 миллиона долларов. Это среднее статистическое число. Это не кто, это я. Казино, мне кажется, минимум можно потратить в день, но не много людей играют в казино. Не абсолютное казино, ну, то есть не все казино, именно онлайн. Даниил. Я думаю, что в мире... Ребята, ну, дайте мне сказать. Да. Я думаю, что это С, потому что А и Д это очень много, а В это слишком мало. Слишком мало, я так понял. А А почему нет? Нет, ну, я тоже хотел выбрать А. Я думаю, либо А, либо С. Я думаю, что это не кто, это я. Это кто? Это никто. Окей. Какой твой ответ? Мой ответ... А есть настолько глупые люди, которые играют в онлайн казино? Ребят, тут, смотря кто, есть такие люди, и их очень много. И у них свое, то есть я никого не призываю. Играть в казино в казино это очень плохо. Вот как вы можете увидеть по числам. Это довольно много, и это всего в день. В мире всего, вот, тратят столько. При том, что где-то 60% всего населения Земли не владеют телефонами. И даже не знают, что такое телефоны и так далее. То есть, ну, это очень большая сумма. Так что, какой твой ответ? Мой ответ 137,4 миллиона долларов. Александр. Самая маленькая. С. Миша. Это... Это Б. 137,4 миллиона долларов. Ага, ну, я понял. Я думаю... С. Тимур, ну что, включаешь свою дедукцию? Я думаю, Б. Нет, я думаю, все А. Тимур, ребят, давай. Почему когда кто-то... Я вот не знаю тоже. У нас вроде один Тимур. Сейчас посмотрю. Что-то у нас два. Давай, давай, говори. А. Мне кажется. Почему? Б. Ребят, сейчас отвечает Тимур. Мы отвечаем по руке. Пожалуйста, не перепевайте. Я тебе сказал А. А, уже. Ну, а почему? Спасибо. Это просто потому, что... Я вначале думал, что цену, потом много людей так тратит. Я вижу, что много людей играет, поэтому я подумал, что все-таки А. Если еще, Ибрагим, ты пытаешь отговорить людей, потому что уже 60% нету, поэтому мне кажется, все-таки... 60% людей не владеют телефоном. Да, вот поэтому. Так что, ну, где-то 50%, 60% мы отбрасываем. Это люди, которые тратят. Б. Б, окей. Итак, все ответили? Да. Да. Я ответил, я ответил, я ответил. Все, супер. Итак, смотрим ответ. Внимание на экран. И если я не ошибаюсь, ответ сказал либо один человек, либо вообще ноль. Тимур, твой ответ неправильный. Почти. Очень близко. Ежедневно во всем мире в онлайн-казино люди проигрывают более 783,5 миллионов долларов. Блин, мне казалось, что 600 долларов они там где-то проигрывают. У меня приступ сердца не мешает. 700 миллионов. В один день? Да, в один день каждый день. Это невозможно. Каждый день в онлайн-казино. Тимур, что хотел сказать? Приигрывают, либо выигрывают. Тимур. Я просто руку не опустил. Ага. Даниил. А почему в казино надо тратить деньги, если там надо зарабатывать деньги, а не тратить их? Или в 2020 году? Зарабатывать деньги в казино. Зарабатывать деньги в казино – это как бы стимул, чтобы люди пришли в казино. Но очень многие на этом сгорают. Пушкин, кстати. Вот еще один факт. Пушкин, он был очень азартным. И он несколько раз прям терял почти все в казино. Он тоже играл в казино. Конечно, не онлайн. Не было тогда онлайна. Но тоже… Это я знаю. Это каждый знает. А я думал, что в 2022 году поменялось такое, что теперь казино – это теперь магазин, где можно тратить деньги, какие-то принадлежности покупать. Знаете, там, возможно, это все одновременно работает. То, что ты одновременно можешь потратить свои деньги, одновременно заработать, капец, как много. Это одновременно работает, мне кажется. То, что ты потратил и заработал. А я так понимаю, что… Там шанс не такой большой. Ну да, да, да. Я так понимаю, друг моего папы, рабочий, он проиграл целый дом в казино. Ну вот. Он столько… Это азарт. Ты берешь, ты кладешь деньги, и тебе хочется положить еще. Я сейчас выиграю. И все. И так постепенно, постепенно понимаешь. Вот так вот идет. Маленькие деньги выигрываешь, а потом уже не можешь остановиться. Потом комом, комом, понемногу, понемногу. А даже если ты по 100-200 рублей будешь туда, это все. В итоге останешься ни с чем. Итак, идем дальше. Готовы? Да. Смотрим. Вопрос номер два. Сколько процентов всех приобретенных игр в сервисе Steam никогда не запускались? А. 37%. Б. 13%. С. 7%. Д. 3%. Можно сказать правильно? Данил. Данил. О, ну все. У нас почему-то... Ничего не слышали? Можно я друга приниму? Просто он ничего не... Тимур у нас поделился и немного стал девушкой. Тимур, как ты на это отреагируешь? В смысле? Ты немного стал девушкой, Тимур. Что произошло? Что произошло? У нас Тимур поделился, он размножился. У нас теперь два Тимура. Супер. Данил. Да все копируют меня. Да, вообще. Я настоящий Тимур. Нет, я. Данил. Сейчас это будет... Нужно? Так, ребят, давайте Данил скажет уже. У меня ответственность с вопросом. Я думаю, что Бет 13, у меня еще есть вопрос. А почему СТим это игра? Если СТим это где скачивать игры, а не играть? Ну... СТим это приложение. Да. СТим это где можешь ты скачивать? Я знаю, что такое СТим. И я думаю, многие знают, что такое СТим. Но вопрос состоит не в этом. Вопрос состоит в том, что сколько процентов игр... Вот, допустим, я расскажу ситуацию, в которой... Ребята, пожалуйста, звук. Могло это произойти. Ты покупаешь игру, и потом такой... Ну, окей. Именно покупаешь. Не скачиваешь бесплатно, а именно покупаешь за деньги. И говоришь, ну, потом поиграю. И в итоге вообще даже не заходил в нее ни разу. Сколько процентов такого вот было? Ребят... Я думаю, что где-то тринадцать. Да, тринадцать. Ребят, по руке. Да, около тринадцати пациентов. По руке. Мария. Я тоже думаю, тринадцать. Александр. Тридцать семь. Лиза. Я думаю, тридцать семь или тринадцать. Тимур. Тринадцать. Тимур, детектив Хе-Хе. Это показывает, что я настоящий, потому что другой Тимур не успел еще переименоваться. Ура! Я думаю, что Б. Б, окей. Миша. Мне кажется, что это Б. И Тимур, детектив Ибрагимов. И еще вот у моего друга вот он один раз скачал вот популярную игру ФНАФ. И вот в этой игре ФНАФ 2 был еще популярный. Там где-то в каком-то там году, 2013-ом, я не помню. И с ним вот приехали к нему в гости. Он начал просить у мамы игру ФНАФ. И вот, короче, он просто ее закачал, а потом удалил. Хорош. И все. Тимур, детектив Ибрагимов. Давай. Настоящий Тимур. Точнее, который теперь Хе-Хе. Давай. Да, это я. Вообще. Вообще. У меня вопрос. Кто покупает игры, а потом в них не играет? Я уже рассказал ситуацию, в которой это может быть. Ты купил игру, сказал, потом поиграю в нее, и в итоге я забыл просто про нее. Да. Чего? Взломник, она сама удалила. Либо же, второй вариант, ты можешь скачать взломку игры, пройти ее, ну, то есть уже несколько раз пройти, и ты посмотрел, что игра хорошая, и хотел бы поддержать авторов этой игры, такое тоже бывает реально, и просто скачиваешь эту игру, чтобы им пришла, ну, денежка. За то, что они сделали классную игру, все. Итак, ну, хоть в ответ. Мне кажется, 3. 3 процента. 3 или 37? Нет, один вариант выбери. 37, потому что тут 3, 7, 13, а тут 37, мне кажется, 37, потому что это вообще число, которое прям, хотя нет, 13, и я могу добавить. Я могу даже объяснить, почему, но я не буду объяснять. Почему? Вам сказать? Давай. А потому что я знаю. Супер. Итак. Смотрим, можно? Ребят, я еще не ответил, 13. Жорик, давай. Бог, я не гуглил. Окей. Итак, смотрим ответ. К сожалению, твой гугл оказался каким-то неправильным. Сломаном, я в курсе. Да. Сломаном. Ну, я понял, что это была шутка. Вот. Правильный ответ сказал только один человек. И правильный ответ – это 37%. Ееее! Ееее! Топ-топ-топ, что 37% всех приобретенных игр в сервисе Steam никогда не запускались. Такое поведение геймеров объясняется тем, что многие покупают игры на распродаже, а после приобретения откладывают их на будущее время. Конечно, с трудом верится такому большому проценту, но своему опыту скажу, что такие игры у меня тоже есть. У меня хотя бы одна игра бесплатная, я не так давно купила, и только что за 15 долларов купила. Ребят, я сейчас кроме Майнкрафта ничего в своей жизни не покупал, ни в каких играх и не игры. Я никогда в жизни, кроме Майнкрафта, ничего не покупал. Я тоже. Мне, который... Ничего Майнкрафта покупал, его же можно в Гугле скачать. Я его просто... А лицензия есть такая штука. Какая? Лицензия. А я бы без лицензии в Гугле скачал. Можно без лицензии, конечно, да, но... Я решил настоящий Майнкрафт без обновлений, просто он сам автоматически обновляется, 1.19.1. И вот, короче... Плюс с лицензии быстрее выходит версия. Ну и там еще какие-то... У него без лицензии Майнкрафт и враги в Заманте его. Я пока тоже без лицензии, да. И в Steam, ну, я скажу, как у меня. У меня в Steam только игр 6. Одна из них, это Detroit, которая просто... Начало игры. Ну, как бы, типа, попробовать как-то. То есть... Откуда Detroit? Ну, игра тоже такая. Не углубляйтесь. Вот. Так что у меня игры... Я почти Steam не особо пользую. Вот. Итак. Ну что? Идем дальше тогда. Есть еще вопросы? Подождите, можно еще сказать. Давай. Да, давай. Узнали, если убрать одну букву, букву S. Получится Team. Тема. Team. Team. Да. Да, тема будет. Идем дальше. Третий раунд. Вопрос номер один. Готовы? Да. Итак, смотрим вопрос. Какой средний возраст постоянных покупателей компьютерных игр? Я могу ответить. Я сейчас смотрю блогеров. Тимур детектив. Хе-хе. Какой из нас? Да, ты. Я? А другого нету. Да, другого нету. Только ты. А можно это перевернуться? Все, давай, отвечай. Я не Тимур детектив. Все, давай, отвечай. Александр. Короче, знаете, я точно не знаю, но мне кажется, кажется, что около, около, короче, где-то 15-17, с 13 до, короче, я начал с 5 лет играть. 15 до 23. Ребят, плюс я скажу, средний возраст не тех, кто играет вообще в компьютерные игры, а те, кто покупают компьютерные игры. В 5 лет вряд ли ты сможешь самостоятельно купить компьютерные игры. Ну, там, типа, только в Роблокс начал, там, типа, вот просто... Ну, это понятно, да. Да, это понятное дело. Ну, игры халявные, вот, короче, ну, да, в них можно играть с любого возраста, по-моему, до любого возраста. Там, типа, в Змейку, там, типа, в Змейку можно играть вообще до 30 лет, по-моему. Александр. От 11 до 14 лет. Лиза. Лиза. Я думаю, что средний возраст, это где-то 15 лет. Вот почему от 11 до 14? Если карту или вообще, там, тебе кошелек, допустим. А можно я, пожалуйста, скажу? Кошелек ты покупаешь, если сам. Можно я скажу, с помощью правильный ответ. Ну, лети в конец. От 1 до 100. Хорош. Гениален. Миша. Подождите, а можно я кое-то скажу? Да. Я просто по монитору узнал все мода и все текстурпаки, которые скачаны на этот Майнкрафт. Я уверен, что это Майнкрафт, и я даже знаю, какие-то текстурпаки скачаны. Не знаю. Миша. А можно я их продиктую? Не надо. Их там 8. У меня 2. Миша. Что произошло с учениями? Я не пропусти, а куда сходи? Ответ твой. То, что можно играть, компьютерные игры, которые с деньги, можно играть от 10 лет до 19 лет. Я не понимаю, как вы собираетесь 10 лет со своей карточки, которую у вас не может быть, просто потому что вам нужен паспорт. Либо... С 15 до 20. Либо вам нужен Тинькофф Джуниор карта. И я не понимаю, почему 11, 10? Откуда? С 17 до 25. Ребята, ребята, в третьей технологии 2021 и 2022 создали карточку для детей. Там можно ставить собственные ограничения. Где бы ты можешь потратить несколько долларов на игру. Это Джуниор Кит. Тинькофф Джуниор. Есть такая карта, и она вроде от 10 лет. Я не помню. Да. Но это тоже мало процентов будут покупать карту Тинькофф только за тем, чтобы самим купить игру. Вряд ли. Без разрешения родителям. Да. В любом случае, тот, кто ответственный за карту, Тинькофф Джуниор, это для детей, родителю поступит, что ты потратил деньги. А, и еще, я забыл же сказать, там же нельзя Джуниоре тратить в интернете. Так что Джуниор тоже отпадает. Ребят, ну вот, короче, вот с этим Тинькофф Джуниор разрешен, по-моему, с 8 лет. Потому что один раз я гулял по центру с моим папой и моей подругой. Она вроде была без мамы. Мама куда-то ушла, попросила после из-за моей подруги. Она просто сходила в кафе и купила себе торт. Ну, это норм? Тинькофф карту. Ну, а что? Ну, как бы, около 8 лет. Нет, я думаю, что это с 10 лет. Тимур, ну уж. Вообще, Тинькофф Джуниор, это с 5 лет. Все, все, все. Тимур, детектив админов. Нет, а я ответил. Сейчас, сейчас. Я Тимур, детектив админ. Я думаю, с 17 до 25. А, 17, окей. Даниил? Я думаю, от 20 до 31. Нет, ни одного пролезает. Вообще. Ну, я такой не знаю. Ну, такой будет от 15 до... Нет, а, кстати, был правильный ответ. Я вспомнил. От 1 до 100 был правильный ответ. Ладно, догадывай от 1 до 100. Да, догадывай от 1 до 100. Не, 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 все. От меня. Итак, внимание на экран. Правильный ответ. Я еще не ответил. Давай. Мне кажется, от 20 до 100. А если чуть поменьше? Ну, от 15, 17. От 15 до 20, окей. Смотрим ответ. Внимание на экран. Это тоже был неправильный ответ. 40 лет. Напрасно думать, что в игры играют в основном подростки. В 2006 году 93% покупателей игр на ПК и 83% покупателей игр для игровых консолей были старше 18 лет. Средний возраст постоянных покупателей компьютерных игр по статистике составляет 40 лет. О, а можно я тебе скажу ту игру, которую я теперь на мониторе и скажу? Давай. Я уверен, что я скажу... Короче, это вроде бы пиратка Mortal Kombat. Это более детская версия Mortal Kombat. А дяденька, который за ним сидит, это один из... Это, короче, очень... Это, короче, геймер очень известный. Ну, киберспортсмен, наверное. Да. Очень известный киберспортсмен. А Тимур, детектив админов. Есть что добавить? Вообще-то это я. Нет, это не ты. Это я. Тимур. Нет, я случайно забыла. А, все. Ребят, на этом все. Всем спасибо. Спасибо. Вам понравилось? Он ответил. Он ответил. Что, что, что? Что? Денис, отдам от меня. Что ты сказал? Ребят. Денис, отдам от меня. Да.